ГУМ Среди огромного количества неотложных важных дел Владимир Ильич нашел время для того, чтобы уделить внимание вопросам развития внутренней торговли, улучшения снабжения населения товарами. Для первого советского универмага было выделено здание уже существующих верхних торговых рядов на Красной площади, где началась продажа различных товаров. Восторженно приветствуя создание универмага, Владимир Маяковский написал такие строки. «Все, что требует желудок, тело или ум, все человеку предоставит ГУМ». Здание верхних торговых рядов было построено в 1889-1893 годах по проекту Академика Померанцева. Главное здание, предназначавшееся для розничной и полуоптовой торговли, состоит из трех продольных пассажей. Верхние торговые ряды оснащены разветвленной сетью двухъярусных подземных устройств. Под веточным проездом, ныне это проезд Сапунова, был устроен разгрузочный двор, куда товар поступал в вагонетках, движущихся по железной цепи по рельсам. Во втором подвальном этаже под веточным рядом размещались котельные и электростанции, знаменитый стеклянный купол ГУМа, сконструированный инженером Шуховым. Легкие мостики, связывающие галереи верхних этажей, один из первых примеров использования железобетона в России. Верхние торговые ряды были выстроены в модном тогда ложно-русском стиле. В композиции главного фасада заметно стремление к согласованию его с фасадом исторического музея. Увенчанные островерхими крышами кубовидные выступы резолитов верхних торговых рядов, вносившие оживление в растянутый фасад. Мало кому известно, что в 30-е годы часть помещения ГУМа была передана различным правительственным учреждениям. Нам трудно себе представить Москву без ГУМа. Лишь спустя 20 лет, в 1953 году, после капитальной реконструкции, ГУМ вновь открылся и стал крупнейшим универмагом нашей страны. Нам сообщили, что за годы существования этого магазина его посетили 3 миллиарда человек. Это примерно две трети населения земного шара. Торговая площадь универмага 20 тысяч квадратных метров. Ежедневно делается 220-230 тысяч покупок. Впечатляющие цифры, не правда ли? Думая о будущем столичного ГУМа, предлагают разные варианты его существования. Некоторые предлагают отдать здание под музей. Другим видится здесь только сувенирная торговля. Третьи предлагают устроить салоны по продаже долговременных товаров. Мы за такую организацию торговли в ГУМе, которая поможет несколько разгрузить этот район. Нам кажется такой подход наиболее целесообразным. Все мы не раз в душе проклинали толкучку и большое скопление народа, когда оказывались в центре столицы. Ну а наличие огромного универмага в центре превращает его в некое подобие вокзала. Мы бы очень хотели пригласить москвичей в ГУМ. Просто на экскурсию. Но у нас есть сомнения, что кто-то из вас туда пойдет просто посмотреть на арочные своды с висячими гирьками. И все же, зайдя за покупками в ГУМ, вспомните о его истории. Полюбуйтесь этим удивительным зданием лишнюю минутку, чтобы насладиться внутренней красотой архитектуры. Не пожалеете. Ведь это не просто торговый зал. Это и наша история.